Добрый день, уважаемые студенты! На сегодняшнем занятии мы рассмотрим с вами разработку практических задач на контроль применительно к железнодорожному транспорту. План лекции, разработка схемы подключения светофора к микроконтроллеру, разработка программы управления светофорами, разработка схемы подключения стрелки к микроконтроллеру и разработка программы управления стрелкой. Разработка программы управления на перегонах рассмотрим. вот предположим назад на перегон, состоящий из трёх блок участков. Блок 2-х участков, которые показывают трея светофора. Контроль каждого участка расширается при помощи рельси ОЦПИ. Вот здесь показывается рельс ОЦПИС, который состоит из приемного конца, вот прием конец, и питающей конца. На питающей конце здесь показана источник питания, на приемом конце – реле. Если этот участок свободен, то реле, вот этот реле в данном случае стоит поток. вместе по jätte на эту часть который выключается сам контролируется или фиксируется состояние это было печать то есть есть поиск или нет пр tôi завис от этого и работает из перегон светофору автоматическом режиме рассмотрим блок схему работа светофора положимả atom блок сет без работы при светофора логическая функция вот переставал вот указан здесь вот значит это логинская функция включение зеленого огня то есть она равняется чему это переменная x или это участок первый участок и зависит от второго участка переменная x1 x1 и здесь показана функция логической функции что and то есть есть участок первый участок второй свободен то у нас загорается может загореть ламп зеленого огня вторая логическая функция логической желтого огня в этом случае как показано в этой функции есть участка 1 свободен и второй участке как видите инверсии занят то может загореться лампочка не может загорать лампочка красного желтого огня извиняюсь и третья функция это лампочек красного огня в этом случае есть первый участок у нас занят здесь показаны версия то загорается лампочка красного огня согласно ответственном функция составляется блок схема вот здесь показан блок схема блок схема что здесь имеет блок схема это опрос участка 1 участка опрос проверки его состояния есть участок занята включение идет красавица если участок свободен то проверяем 2 часы и сейчас 2 часы занят за перед собой второй за это включается лампа желтого дня и наконец если участок первый участок 2 свободен то это проверяется и включается лампой зеленого дня вот этот алгоритм работы нашей карты из светофор казан здесь пусть разработки алгоритма мы переходим к составлению схемы включения светофоров непосредственно микроконтроллер на протеусе вот здесь показана эта схема включения проходные светофоры 1 светофора 3 светофора 5 светофора светофора вот схема показана подключение светофоров и пусть только как эта схема будет разработана что составляется программа вот программа составляется в этой программе в программе значит как вы видите включение красного огня идет, включение зеленого огня и включение желтого огня. Разработать программу мы уже умеем делать. После того, как программа составлена, мы ее компилируем при помощи Build. И после компиляции выходим на схематику. Два же кликаем на контроллере и программа записывается внутрь контроллера. После того, как программа будет записян внутрь контроллера, теперь можно посмотреть, как эта программа работает. Включаем здесь программу. Вот в данном случае участке, Первый участок и третий участок свободны, поэтому на светофоре первым горит лампа какого-то зеленого огня. Если теперь этот поезд въедет на первый участок, вот он въехал, то загорается лампа какого-то огня? Красного огня. При освобождении этого участка и въезде поезд на следующий участок, вот он въехал на следующий участок, освобождение этого участка, загорается лампочка какого-то огня? Желтого огня. После прохода в третий участок на пятый участок, вот он ушел с третьего участка на пятый участок, опять загорается лампа зеленого огня. Вот таким образом работает автоматическая система на перегоне по управлению светофорами, перегону светофорами. То есть, если раньше около шкафа светофора стоял реле-шкаф набитой аппаратурой или аппаратурой, то вместо этой реле-аппаратуры мы можем поставить всего-навсего один контроллер и, как вы видите, всего-навсего два реле. То есть, преимущество применения микрофлотеза технологии очевидно. Переходим к следующему примеру. Следующим примером у нас будет пример работы программы управления и контроля стрелки. Вот в данном случае показана здесь схема стрелочки. Значит, это электропривод управления первой стрелкой. Так же, как и на перегоне, каждый стрелочный участок оборудуется рельсовой тепли. Это какой цель? Для того, чтобы посмотреть состояние этого участка. Если поезд находится на участке, где находится стрелка, то под поездом переводить стрелку нельзя. Поэтому обязательно должна быть здесь оборудованная каждая стрелка из участков, что рельсовой тепли. Рельсовой тепли тоже вы видите. Имеется питающий конец и релей на конец. Релей на конец. Посмотрим, как эта стрелка работает, функционирует. Для этого мы составляем вот эту блок-схему. У нас составляет блок-схема. На основе этой блок-схемы, значит блок-схема как составляется. Если участок свободен, то при нажатке кнопочки, имеется на пульте табло кнопочка, перевод стрелки предположен на минус, при нажатке кнопочки на минус, значит, это согласно электропривода, проверяется все условия, и по приводу начинает переводить стрелку в минус. Пусть перевод стрелки в минус, в этой приводе имеется контакторы, которые показывают, что стрелка переводилась в минус, через этот контактор идет на пульт табло информации, что стрелка перешла в минусовое положение. Если переводить ее на плюс, то опять нажимается кнопочка переводить на плюс, привод срабатывает и начинает переводить в плюсовое положение. Пусть все только, как стрелка переводила в плюсовое положение, внутри ЭП имеется контакторы, которые переключались, дадут информацию на пульт табло о том, что стрелка перевелась в плюсовое положение. Вот весь этот алгоритм сейчас мы рассмотрим непосредственно на протеусе. То есть эту схему собираем протеусе. Собираем протеусе. Это уже была собрана схема, поэтому я не стал голову морочить. Вот у нас есть схема, собрана в протеусе. То же самое в этом протеусе мы составляем программу. Вот программа составлена. Значит программа составлена. Контроль резьбу цепи, потом нажать кнопочки и так далее. Опять контроль цепи, перевод стрелки минус, перевод стрелки, перевод стрелки плюс и так далее. После того, как программа была разработана, опять мы что делаем? Нажимаем build и компилируем программу. Пусть компиляция программы. Выходим на схематик компьютер, дважды кликаем на контроллер. Программа, которая была скомпилирована, заносится непосредственно в контроллер, заносит программа. У нас есть программ контроля. Ну вот теперь посмотрим, как эта программа работает. Она внизу оказалась. Сейчас еще поднимем. Вот так. Посмотрим, как программа работает. Нажимая кнопочку, зеленую кнопочку. Вотand señал исходно стояня стрелки находится в плюсовом положении. Вот показано контролер тест-стрелок в плюсовом положении. Значит, если участок свободен, то стрелка может быть переведена нажатием стрелки минус. Вот двигатель пошел в работу, двигатель начинает работать, двигатель начинает работать, после так как стрелка переведёшься в минус, его контакт контроллера переходит. Видите, в контакте пришли? То есть стрелка перевелась и загорается на пульте лампочка желтого огня то есть стрелка перевелась в минусовое положение если мы хотим перевести стрелку в плюсовое положение то нажимаем кнопку перевода стрелки в плюс вот двигатель пошел перевода стрелки в плюс пошел двигатель перевода в плюс после того как стрелка перевелась вот он перевелась значит на пульте табло появляется информация о том что стрелка перевелась в плюсовое положение вот таким образом мы вместо опять же на простой и цели имеется огромное количество реле которые управляют не подряд стрелкой мы это количество реле выбираем и вместо них ставим все на все один микро контроллер то есть преимущество микро контроллера очевидно благодарю за внимание до скорой встречи